Всем добрый день, меня зовут Ольга, это мой первый видеоучет после знакомства с Давидом. Моему сыну Марату 12 лет, у него аутизм. С Давидом я познакомилась совершенно случайно, наткнувшись на видео в интернете, одной маме, которая рассказывала про Давида и его центр, как он помог излечить ее сыну аутизм. После я посмотрела еще другие видео, и во мне сиделась какая-то вера, надежда. Я написала Давиду, на что он мне быстро ответил, когда с ним нужно было созвониться. И через какое-то время мы с ним вышли на связь, все-таки у нас получилось, потому что до этого то он был занят, то я где-то не могла. Какие были проблемы, и какие, конечно, на данный момент еще остаются у моего сына. Мой сын учится в четвергом классе в общеобразовательной школе, но ввиду своего диагноза, он учится пока индивидуально. То есть сидеть в классе с другими детишками он пока не может, так как у него перепады настроения, плаксивость, нервозность, что-то Марата тревожит, где-то даже может быть агрессия. У него затруднения в общении со сверстниками, со взрослыми. То есть у нас отсутствует, конечно, коммуникация до сих пор. Марат разговаривает фразами из мультфильмов, из сказок. То есть у нас присутствует хавалия, то, что ты у него спросишь, он тебе той же фразой и ответит. Также у нас проблемы в социализации, конечно, проблемы во временном пространстве. То есть Марату постоянно нужна помощь взрослого. Дома, конечно, он с нами общается, как бы, что-то, какие-то фразы он уже знает, как, что попросить, сказать. Также он уже, допустим, прочитать это, сопоставить или попросить, да, что ему охота. Но где-то уже вот в окружении он, конечно, уже потеряется, растеряется. Вот. У Марата также были нарушения со сном. Он избирателен в еде. Также, как у многих, у всех аутистов присутствуют какие-то стереотипные поведения. Но у нас оно меняется, это, конечно, стереотипное поведение. Но оно все равно, оно появляется в раз. Вот. Ну, есть, конечно, изредка бывают там гримасы, махание руками, да, вставание на маслочках. Когда что-то Марату нравится, что он что-то сделал, ему нравится, вот он в этот момент там делает. Как у нас, к примеру, проходило, ну, занятие, да. Марат приходит в школу, вот, заходит в класс, и он сразу же берет маркер, к доске идет и начинает писать, то есть, все, что он там, задний, где-то что-то либо услышал, либо вот эти, он смотрит советские мультики, он оттуда это пишет, фразы, он может сказку переписать, какую-то, ну, понравившаяся сказка. И так в течение уроков он, получается, бегал к этой доске и писал, то есть, он часто отвлекался. Сядет пять минут, там, десять позанимается и опять к доске. Также у Марата, он не снимал с себя рюкзак, почему, не знаю, что это такое было. То есть, он все, там, два часа, к примеру, он сидел с рюкзаком на спине. Ну, вот. Ну, на вопросы, конечно, у учителя, там, он не отвечал, или, как бы, так же скажем, ну, что она задаст, то он и ответит. Вот. Ну, и перепады в настроении у нас были, понятно, то он мог с хорошим настроением прийти, то он не очень, вот, учителя, конечно, подстраивается. После знакомства с Давидом у нас прошло два сеанса. И вот что удивительно, первый сеанс у нас был 28 ноября с утра. И, получается, после обеда мы пошли в школу. На что ребенка было не узнать. Он зашел в класс. Посмотрел там что-то на фономаркеры, но как-то так с неохотой что-то его взял, подлежал в руке. Вот так на нас посмотрел, но пока разговаривали с учителем. Он, значит, пошел, сел за парту, достал учебник, тетрадь, открыл тетрадь и стал записывать число. Но мы с учителем, конечно, были в шоке. Приятно в таком. Вот. И вообще целый день ребенок был такой спокойный. После занятия, и вообще учителя, она как бы сказала, что он сегодня, ну, прямо там занимался хорошо, на доску вообще не отвлекался практически. Она даже, говорит, я когда дала ему перерыв, говорит, ну, иди попиши там, да, или еще что-то, он, говорит, он встал и постоял-постоял и обратно сел, ну, типа, давай заниматься. Но она была, конечно, тоже в шоке. Приятно. Вот, значит, после занятий мы заехали в магазин. Вот, приехали домой. Он мне помог разобрать, то есть сам инициативу проявил, разобрал пакеты, сложил. Ну, вообще был как бы. Идеальный ребенок. Вот. Я, значит, созвонились мы на следующий день, снова второй сеанс прошел с Давидом. Вот. Какие у нас на данный момент улучшения? У нас улучшился сон. Ну, то есть, теперь Марат не просыпается. Раньше он просыпался, он мог уснуть около двух часов ночи, проснуться около шести утра, еще там уснуть часов, там, девять, еще часик-полтора поспать и, ну, как будет. То есть, постоянно просыпался ночью. Здесь вот он уже какой день, он спит спокойно. То есть, засыпает раньше, ну, и ночью не просыпается. Вот. Так же он стал много чего нового есть, получается, из еды. Вот. Поведение как-то у нас улучшилось. То есть, стал более спокойным. И что самое интересное, что он стал снимать с себя рюкзак. То есть, он приходит, он его кладет там на парту и все. И он на себя не одевает. Вот. То есть, учитель это тоже заметила. И другая учитель английского тоже вот буквально сегодня. Он говорит, да, сам достал все там, все учебники. Он говорит, такое, занимается, стал лучше заниматься. То есть, учитель отмечает, что как бы он более, даже стал пробовать отвечать. И отвечает он, как бы, четко. Она говорит, что я его начинаю понимать. Вот. То есть, вот у нас такие улучшения. И Бог, что-то. Дальше все будет хорошо. Спасибо большое Давиду. Будем записать другие видео дальше. Всего доброго.